Всем привет! Сегодня поделюсь рецептом яркого и вкусного тыквенно-абрикосового джема. Тыкву для этого рецепта можно использовать любую, даже замороженную, ту, которую заготавливали осенью в морозилке. Абрикоса для этого джема не понадобится. Достаточно взять небольшое количество кураги. Посуду для джема лучше взять с толстым дном. У меня кастрюлька из нершавейки. Здесь у меня 1 кг замороженной тыквы. Она разморозилась при комнатной температуре и выделила сок, который я не сливаю. Посмотрите, вот здесь на дне образовался сок. К тыкве я добавляю 200 г промытой кураги. Кипятком я ее не заливала, просто промыла холодной водой. Чем больше кураги вы возьмете, тем более насыщенный абрикосовый вкус будет у джема. Всыпаю в кастрюльку 600 г сахара, то есть ровно половину от веса овощей и сухофруктов. Ставлю кастрюльку на сильный огонь, слегка перемешиваю, чтобы сок с сахаром смешался и сахар быстрее растворился. Крышкой не накрываю. Кстати, тыкву лучше порезать помельче, так она сразу даст больше сока и процесс пойдет быстрее. После того, как закипит, ставлю средний огонь и буду варить около 40-50 минут до загустения джемом. За время варки тыква проварится и станет прозрачной, курага станет мягкий, лишняя жидкость выкипит, а сироп загустеет. Ближе к концу варки нужно поставить самый медленный огонь, потому что загустевший сироп начинает булькать и стрелять. Отключаю огонь, массу прямо в горячем виде, пробиваю блендером, измельчая до однородного состояния. Я не планирую оставлять данный джем на зиму на длительное хранение, поэтому после того, как пробиваю блендером, дам прокипеть ему буквально одну минуту на медленном огне и раскладываю в чистые банки, промытые содой, ошпаренные кипятком. Буду хранить такой джем в холодильнике. Если вы хотите сделать такой на зиму, то кипящий джем нужно раскладывать в стерильные банки и закрыть стерильными крышками сразу же в горячем виде. Я же после того, как раскладываю по баночкам, дам ему полностью остыть, затем закрою крышками и поставлю в холодильник. Около одного месяца он будет там храниться. Если понравился этот рецепт, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо, что остаетесь со мной, смотрите мои видео, благодарю за вашу поддержку, лайки и комментарии. Ну а я с вами на этом прощаюсь, желаю вам всем крепкого здоровья, мирного неба над головой и всего вам самого доброго. До новых вкусных встреч!